всем привет меня зовут юля и вы находитесь на моем канале довольно давно опять у меня не входили никакие видео сегодня хочу рассказать про то как начинаются полеты и какие будут проверки в начале полетов после обучения уже я думаю что не очень долго буду размусоливать эту тему потому что в целом впечатление у меня конечно накопились за уже отлёданное время но начнем с самого главного это с сборов подготовка к первому своему рейсу это достаточно волнительное занятие все время волнуешься что-то забыть учитывая что ты еще не привык с собой носить какие-то вещи там я например раньше не носила часы никогда и для меня это было я на первый самый полет когда летала просто ознакомительным я забыла часы но они тогда слава богу не нужны были соответственно нужно бейджик не забыть если ты по форме летишь то естественно все элементы формы естественно волнуешься что-то забыть что-то не взять как-то неправильно подготовиться поэтому самый волнительный идет сначала сборы подчёска макияж все одеть все взять окей допустим все забрали все взяли моем случае стажерские рейсы были без формы потому что там были нюансы и потом отправляемся в аэропорт естественно приезжаем намного заранее потому что боишься опоздать что-то там не найти я боялась что я не найду но в тот момент я уже знал где находится брифинговая я боялась что там очередь может быть на нет старте вот но все быстро прошло поднялась и уже ждала свой экипаж как проходят первые полеты первые получается раз два три четыре пять шесть рейсов ну там зависит от часов просто в среднем это получается 6 рейсов ты лечишь инструктором который тебя смотрит контролирует помогает если что объясняет в общем дает тебе это так называемая провозка соответственно точно также все происходит как и на обычных рейсов потом встречаетесь брик брифинговый инструктор смотрит твой внешний вид смотрит твои документы это происходит принципе после перед каждым рейсом когда и с обычным экипажем летишь вот дальше проходит сам рифинг это такой мини собрание проверка знаний и старший рассказывает информацию о полете какие-то особенности проходит брифинг и дальше вы уже идете на борту самое главное начинается с этого конечно же перед тем как ты идешь на борт первый раз ты волнуешься что ты что-то не увидишь что-то забудешь не то что все что-то мне кажется всем мне оказалось что я приду и забуду все что у меня просто будет пусто абсолютно в голове что я ничего помнить не буду приду и буду просто вот эта обезьянка в голове вот он приходит на на борт берешь чек-лист и начинаешь проверять по нему причем это должно занимать определенное время конечно же первый раз ты в это время не уложишься вообще никак потому что ты читаешь потом ищешь где это и ты в общем такой немножко прострации смотришь где что находится потом уже со временем это привыкается и ты уже даже без этого листа в принципе помнишь так себя просто проверил и и посчитал и все нормально но тут ты значит приходишь я помню сейчас что я была в передней части носовой и начинаю просто искать содержимое где находится это где находится то в итоге естественно не укладываюсь пока я проверю одно пока я проверю другое а еще хочется же чтобы ну показать себя что ты хорошо все знаешь помнишь естественно у тебя возникают такие вот ощущения что вот ты как-то плохо готова естественно никто не может прийти на самолет и сразу все начать делать как там пяти семидесятилетний опытный бортпроводник проходит проверка после чего мы начинаем встречать уже клиентов победе да это важно заметить нету понятия пассажир как остальных компаниях есть понятие клиент потому что есть определенные услуги которые мы предоставляем и услуга предоставляется как это клиенту по которой оплатил эту услугу а пассажир это ну например в автобусе человек который просто участвует в перевозке есть разница в данной нашей компании есть название которые мы употребляем соответственно мы сажаем клиентов и у нас есть такое такая особенность именно в победе это активная посадка то есть мы активно помогаем размещаем клиентов в отличие от некоторых других и компании наверное если кто летал видел что там вот проводники стоят например в кухне встречает возле двери и люди дальше уже проходят и из рассаживаться как самим удобно как самим получается вот у нас задача как можно быстрее разместиться соответственно нужно всем помогать и чтобы вовремя был вылет тут тоже начинается такая интересная задача потому что ты опять же первый раз на самолете ты сам еще не очень-то хорошо ориентируешься как что куда то есть естественно не было до этого реальных условий когда учеба была и ты начинаешь пытаться понять как тебе вообще этих людей реально быстро же садить потому что можно начать там сумки все растаскивать во все стороны можно там просто всех пытаться торопить какой-то еще нету сложной картины в голове как это сделать проще ну и начинаешь уже импровизировать параллельно с этим еще естественно нужно нам свою зону контролировать там инструктажей расскажу в общем какие-то за счет дополнительной обязанности помимо посадки тебя начинает просто голова пухнуть потому что это должен успеть и это должно успеть и другое потом конечно это все же раскладывается по полочкам ты такой о поп-оп-оп все сделал а тогда все сразу ты просто такой вот ну допустим рассадить людей хорошо всем про инструктировали все кому надо все рассказали там раздали эти инструкции тоже у нас есть ряд первый день инструкции нет перед человеком их нужно раздать карточки такие ну и потом ты садишься уже на кресло на салоне джамсит у нас называется на свое кресло готовится к взлету пристегиваешься в момент когда ты готовишь взлет и пристегиваешься ты вроде как бы выдыхаешь такой ну что все ты хотя бы можешь там минут 10-15 пока взлет будет посидеть и передохнуть вот начиная инструктор тебе рассказывает что у тебя было хорошо что не очень ну в общем но там и такие основные вот впечатления конечно это вот от посадки именно клиентов на борт потому что дальше мы взлетаем дальше у нас в принципе обслуживание как такового в победе нет то есть ну как бы водичку если что-то еще там нужно принести внести забрать помочь это понятно но основное вот у нас на земле работа идет и вот ты взлетаешь и мысленно перевариваешь голове все что было все что ты делал и понимаешь насколько это все тебе нужно будет сейчас еще запоминать ориентироваться и не забывать как что происходит вот дальше полете еще обязанности идут но все это все это время инструктор тебе показывает рассказывает если ты что-то где-то косячишь а ты по-любому где-то косячишь я там помню демонстрацию показывала не показала что-то она мне инструктор у меня была сказала что я не показала и вот такие вот какие-то маленькие нюансы всегда контролируются естественно чтобы тебе потом было проще уже летать самостоятельно когда тебе тут все указали на все твои косяки вот у меня первый день был четверка была то есть представляете да наверно нет вряд ли это когда летишь 4 рейса то есть 4 за 4 посадки у меня я помню была москва чебоксары по моему если не ошибаюсь в общем туда-обратно туда-обратно я помню что мы точно летали в ладий кавказ какой первый город не помню но вот четверка вот в этом вот режиме когда ты еще не совсем соображаешь что происходит это конечно было очень сильная вечером потом пришла домой у меня кипел мозг у меня кружилась голова я вообще не понимала что происходит и на следующий день у меня был следующий день провозки так называемый но была уже разворотка и я просто думаю господи как если еще день выживу если сегодня вот так потом на следующий день все то же самое посадка все ну как-то уже чуть-чуть попроще и уже потихонечку начинает все в голове раскладываться вот примерно так выглядит первый рейс первые даже не один а первые шесть рейсов и после чего инструктор уже дает разрешение на самостоятельный полет и начинаешь самостоятельно летать вот как-то так но сейчас у меня уже прошло больше месяца и в целом уже в принципе спокойно я уже совсем разбирайтесь нет уже такой паники ты в принципе приходишь самостоятельно спокойно на рейс спокойно самолет все проверяешь и летишь то есть это приходит не так уж долго всего понимания всех процессов наверное это все что я сегодня хотела бы рассказать спасибо что были со мной на моем канале всем до встречи пока